Как разрешить трудовые споры, отстоять свои интересы и получить защиту? Этому учили североказахстанцев на семинаре тренинги «Национальные и международные механизмы защиты прав человека в Казахстане». Его организовала Комиссия по правам человека при президенте страны с участием Офиса программ ОБСЕ. Инициативу столичных экспертов поддержала Кемат области. Подробности далее. Комиссия по правам человека уже поработала в девяти регионах страны. Они встречаются с судьями, прокурорами, специалистами госорганов и представителями гражданского общества. Главная цель таких тренингов – рассказать казахстанцам в большей степени в провинции об их правах и о международной и национальной системе их защиты. Мы впервые сегодня информируем население, как они должны получать информацию от государственных органов, других организаций, которые касаются их прав и свобод на получение информации. Кроме этого, мы не только рассказываем о правах, свободах человека и граждане в Казахстане, а также их обязанностях перед другими людьми, государственным обществом в целом. Вместе с комиссией в Петропавловск прибыл и глава Офиса программ ОБСЕ в Астане посол Дьерть Сабо. Он как представитель международной организации тоже заинтересован в соблюдении прав человека в Казахстане. Многие знают в основном, что такое право человека, все эти права записаны в Конституции. Мы стараемся рассказывать об этом, как вообще по всей жизни нужно принимать все эти принципы, которые у нас в Конституции, которые у нас в общих документах, которые мы совместно принимали, на практике как. Участникам семинара рассказали, как можно разрешить спор без суда, используя институт медиации. Особое внимание комиссия уделяет профилактике трудовых конфликтов. Я считаю, что сегодня очень полезный семинар. Такой открытый, скажем, диалог, когда вопросы-ответы, и сам вообще лектор очень так приятно слушать. В комиссию по правам человека ежегодно поступает порядка тысячи заявлений. 35% из них – это жалобы на работу судов. На втором месте – обращение на действия или бездействия сотрудников правоохранительных органов. А на третьем – нарушение трудовых, социальных и экономических прав казахстанцев. Кристина Горбаченко, Михаил Казначеев, Новости МТРК.